когда мы начинаем вязать изделие крючком мы набираем цепочку из воздушных петель дальше продолжаем вязание но цепочка она не эластичная она хорошо держит край и не дает растяжку внизу изделия если полотно само тянется то низ не тянется и он плотный чтобы не было дискомфорта при надевании одежды я хочу предложить вам три способа эластичного набора петель крючком такие наборы можно использовать при вязании джемпера туник низ рукавов везде где требуется эластичность и растяжимость для примера я взяла пряжу украинской торговой марки avanti петель и крючок номер четыре набираем первую петлю и вяжем две воздушные первую петлю вдеваю крючок подхватываем рабочую нить и вытягиваем петлю на крючок большим пальцем левой руки мы придерживаем рабочую нить соединение с первой воздушной петлей вот так вот и теперь провязываем две петли вместе у нас получилась петля которую мы придержали в нее мы вкалываем крючок вытягиваем еще одну петлю опять придержали и провязали две петли вместе просто если вы эту петлю не придерживать ее можно затянуть когда мы вытягиваем петлю на крючок и будет трудно в нее вдеть крючок потом опять вдеваем петлю вытягиваем крючок и провязываем две петли вместе и таким способом у нас получается эластичный наборный край дальше можете продолжать вязание по своему рисунку так как петли подъема считается как столбик то первую петлю мы пропускаем во вторую и и начинаем вязать свое изделие здесь четко видно верхняя цепочка поэтому вам будет несложно провязывать петли как видите край получается эластичный и хорошо тянется вместе с полотном я провязала образец вот как он тянется в изделие как видите тянется вместе с полотном и не стягивает его второй способ эластичного набора это столбики без накида делаем первую петлю вяжем две воздушные первую петли вводим крючок вытягиваем петлю на крючок из этой петли мы делаем еще провязываем одну воздушную и теперь провязываем две петли вместе теперь у нас вот есть левая долька воздушной петли в нее вводим крючок вытягиваем петлю эту петлю провязываем воздушной петлю еще и теперь две петли мы провязываем вместе вот у нас вторая получилась воздушная петля мы в нее вводим крючок вытягиваем петлю эту петлю мы провяжем еще раз и теперь две петли мы провяжем вместе далее продолжаем вязание основного полотна набираем петли подъема и продолжаем вязать косичка хорошо видно хорошо просматриваются дырочки куда прокалывать крючок вот как этот набор смотрится как видите он тянется больше чем 1 ну такой же эластичный вот как этот образец смотрится в полотне такой же эластичный и тянется вместе с полотном третий способ эластичный это столбики с накидом делаем первую петлю на крючок набираем 4 воздушные петли делаем накид в первую воздушную петлю вводим крючок вытягиваем из рабочей нити петлю на крючок провязываем последнюю вытянутую петлю и в два приема провязываем столбик с накидом провязали далее опять делаем накид в нашу воздушную петлю которую мы делали из первой петли вводим крючок вытягиваем петлю на крючок провязываем его и провязываем столбик с накидом сначала две петли петлю и накид провязываем и еще раз две петли провязываем вместе далее делаем петли подъема переворачиваем полотно и продолжаем вязать как видите здесь тоже есть косичка которую удобно прокалывать крючок в этом способе как видите вроде бы как мы набирали косичку и потом ее провязывали но мы вязали сразу ряд столбики с накидом получились этот край еще более эластичны чем первых два способа так выглядит этот набор в полотне как видите он еще более растягивается чем первых два способа я думаю это способ отлично подойдет если вы планируете вязать рюши вот как эти наборы петель смотрятся в хлопковой пряжи и я думаю они отлично подойдут для ваших летних задумок надеюсь вы подберете для себя подходящий способ и будете использовать его в своих изделиях спасибо всем за просмотр не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк и нажать колокольчик и всем пока сладких вам петелек